Мир сегодня В программе «Мир сегодня» Действовать эти меры должны, по крайней мере, до следующей весны. Сократить потребление газа должны все члены сообщества, кроме тех, кто находится в особо сложном положении и кроме Венгрии. За меры по рационированию газа высказались все участники встречи, кроме Венгрии, голосовавшей против, но в данном случае единогласия для принятия решения было не нужно. Венгрия постоянно выступает против общей политики европейского сообщества по вопросам, которые относятся к Украине, а часто и по многим другим. Венгрия 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 станциях и в других общественных местах. Такой набор в армию напоминает иногда облавы. Податели петиции считают эту практику незаконной и также требуют большей прозрачности в ходе обычного набора в армию. Осуществляется он военными, иногда критерии, из которых они исходят, являются непонятными. Зеленский говорил, что привлекаются в армию только те, кто уже имеет военный опыт, но от этого правила явно часто отступают. Зеленский объявлял целью набора в армию миллион человек. Сейчас, согласно оценкам, в украинской армии 700 тысяч человек, включая так называемые силы территориальной обороны, некоторые из которых были отправлены на фронт. Трамп сегодня многих напугал, особенно в демократической партии, особенно в Белом доме. Трамп впервые приехал в Вашингтон после того, как 18 месяцев тому назад покинул Белый дом. Он выступал на съезде так называемого политического института Америка прежде всего. Это организация, созданная бывшими членами администрации Трампа и другими его наиболее близкими союзниками для пропаганды трамповской политики. Трамп говорил, выступив на съезде, о преступности. Согласно Трампу, нынешний взлет преступности, особенно в крупных городах, результат политики левых демократов в городских управлениях. Они сократили ассигнование на полицию, приняли очень жесткие правила по поведению полицейских, которые связали их по рукам и ногам. И Трамп говорил об абсурдных, по его мнению, законах, которые, как в Нью-Йорке, отменили залог для преступников, в результате чего арестованных сразу же отпускают на свободу. Советники Трампа уже давно настаивали на том, чтобы Трамп отошел от его главного лейтмотива, о том, что у него, по его мнению, украли выборы. Тема эта, скорее, вызывает сейчас уже негативные ассоциации у многих избирателей. Но сегодня Трамп действительно пытался изменить тональность. Советники Трампа уже не раз заявляли, что Трамп, вероятно, объявит о намерении участвовать в президентских выборах. В 2024 году до промежуточных выборов в ноябре были ожидания, что он может сделать это сегодня, но этого не произошло. Конечно, в том, что бывший президент приезжает в Вашингтон, особой сенсации быть не должно, но этот приезд, как событие чрезвычайное, восприняли демократы. При нынешнем низком рейтинге Байдена, растерянности в демократической партии, перспективы промежуточных выборов для них, для демократов, выглядят нехорошо, и серьезная инфляция, возможность которой и Байден, и другие демократы раньше отрицали, стала реальностью завтра. Федеральный резерв, вероятно, объявит о повышении стоимости учетной ставки и стоимости кредита еще на три четверти процента, если не на целый процент. В общем, опасаются, что экономика США входит в спад. Появление в этих условиях на активной политической арене еще и Трампа было бы особенно сильным ударом для демократов перед ноябрьскими выборами. Но и демократы в связи с приездом Трампа явно чувствовали себя не в своей тарелке. Конечно, умнее всего с точки зрения демократов было бы появление Трампа в Вашингтоне не замечать, но Белый дом спокойствие не сохранил, и сам Байден выступил с заявлением. При этом раньше Байден напрямую о Трампе, называя его по имени, практически вообще никогда не говорил. Сейчас он сказал, что у Трампа 6 января не хватило смелости, чтобы предпринять решительные действия и обуздать тех, кто атаковал здание Конгресса. На протяжении трех часов бывший президент США сказал Байден, наблюдал за тем, как происходила атака на Конгресс. Сейчас Трамп, согласно Байдену, предал тех полицейских, чьих жизням 6 января угрожала прямая опасность. Байден сказал, нельзя поддерживать подобное беззаконие, поддерживать полицейских, в то же время нельзя поддерживать нападающих на Конгресс и быть за демократию. Обращение Байдена было как бы в адрес организации афроамериканских полицейских, но записано было именно за несколько часов до приезда Трампа в Вашингтон именно в связи с этим приездом. В общем, Байден привлек всеобщее внимание к Трампу еще больше, сделав ему рекламу. И также, конечно, Байден вообще не самый лучший оратор в мире. К тому же, сейчас он в изоляции в связи с заражением вирусом. Байден выглядел, произнося все эти слова в адрес Трампа, вялым, больным и именно так, как многие представляют себе человека испуганного. Выглядело все так, согласно одному комментарию, как будто пенсионер Байден боится хулигана Трампа. В следующей части о визите Папы Римского в Канаду. Оставайтесь с нами.